Это обзор машинки Биотек-Стилус 3. Вот так она выглядит. Это место, где живет мотор. Вот так выглядит сам аппарат. Работает он, тут можно вставить две ручки одновременно, но одновременно они работать не могут, они работают по очереди. То есть, если у вас какие-то двухцветные работы, и вам нужно использовать два цвета и два разных вида игл, допустим, ну тогда это удобно. Но это достаточно редко бывает нужно, поэтому такая опция, не знаю даже, насколько она хороша. Аппарат очень приятный, очень маленький, держать в руках удобно, как ручка реально выглядит. Очень огромное просто количество видов игл. Тонкие, толстые, широкие, круглые, плоские, флэты, магнумы. Короче, все из существующих возможных на сайте у Биотека можно приобрести. Делается машинка в Италии, под Миланом у них есть завод. Мы на нем еще не были, но планируем поехать посмотреть, как это все работает. Вообще, модули одноразовые, естественно, стерильные, открываются, одеваются. Но мы тут сейчас будем показывать бывшие в употреблении. Мы на них рисовали, пробовали на латексе всевозможном. Ну, допустим, вот это вот пучок, пятерка, пятерка лайнер. Во-первых, что нам понравилось в этой машинке? Она реально очень удобная. Она прям как ручка лежит в руке, ей очень удобно рисовать. Она довольно легкая. Ощущается небольшая вибрация. На тех машинках, на которых мы привыкли работать, ее нету. Корпус не вибрирует. Здесь вот я прям рукой ощущаю, что там внутри какой-то мощный моторчик живет. Она не мешает. Я не могу сказать, что мешает, потому что, ну, допустим, я пробовала машинки, у которых здесь такая, мотор еще больше размером. И он прям отвешивается назад, и эта вибрация, она прям мешает вывести линию. Если вы делаете растушевку, то вообще все равно. А если вы ведете волосок, допустим, или выводите кончик стрелки, то вот эта вибрация сильная в корпусе машинки, она может помешать. Она выглядит вполне симпатично. Разъемы такие все видно, что они не поломаются. То есть, ну, о качестве я со своей точки зрения женщины, которая не разбирается в технике, а просто будет пользоваться и не лезть внутрь, мне кажется, что достойно вполне выполнена вся машинка и аппарат, в принципе, сам. Можно выбрать либо один, то есть здесь два гнезда, и можно вставить две машинки одновременно и выбрать ту или иную, когда работаешь. Можно работать от педали. Это очень прикольно, на самом деле, оказалось, мы давным-давно уже не работали никакими аппаратами с педалями. Вы не трогайте его совсем. Получается, ногой включил-выключил. Я порисовала обеими машинками на латексе, и при примерно, конечно, нельзя сравнивать, но при примерно одинаковой скорости работы и скорости движения руки китайская машинка на растушевке насажала пятен. Волоски на вид у китайской машинки выглядят тоньше. Ну, хотя они примерно одинаковые. Там настолько незаметные различия, что в волосках. А вот в растушевке китайская насажала пятен. Как работает очень тонкая игла на биотеке, у них есть нано, там, иглы, и они еще и текстурированные есть, и есть обычные, есть 0,3, и вообще огромное количество модулей всяких разных конфигураций, это плюс большой. У Гуччи нет такой возможности. Максимум можно тройками или пятерками работать пучками. У Гуччи на минимальной ее скорости точек остается на, как бы, площадь одинаковую больше, чем на максимальной скорости у биотека. Количество возвратно-поступательных движений, оно регулируется, в принципе, и там, и там. Скорость работы при... Ну, получается, можно прокрасить больше площадь, и плотность прокраса будет больше, ну, вроде как на этой машинке. Но, как показала наша практика, мы работали неделю стилусом, он прокрашивает быстрее, но, правда, мы использовали пучки. А единички у нас не пошли. Мы пробовали-пробовали, и, как бы, они не оставляют такого тонкого волоса, как нам нравилось. Немножко какое-то боковое биение присутствует, плюс еще сам корпус слегка дрожит. И у них, у биотековцев вообще в их школе, они по-другому рисуют волоски, они как-то вот так под углом их рисуют. И в таком случае они остаются еще толще, чем даже мы недовольны нашими тонкими, а эти еще толще остаются, как бы мы не будем ими работать. Если вдруг я куплю эту машинку, то только ради того, что она такая мощная, стабильная, и хорошо закрашивает большие поверхности, типа растушевки на бровях, либо губы. Тени мы не пробовали ей делать. Из плюсов тоже, что у нее, что педалью можно работать, совсем не трогать корпус, то есть он стоит в стороне. Ну, не знаю, подставка, она на магните, и прикольная ручка держится, не упадет. Не знаю, большое ли это плюс. Стоп, цена-то у нее большая. Такая плюшка сомнительная. Разница в машинках, это стоит 150 долларов, это стоит 2000, там плюс-минус, сейчас курс меняется постоянно, и вроде как они говорят, что будет увеличиваться стоимость. Очень удобно заправлять, то есть ты достал, открыл, и начал работать все. Очень это все быстро. На Гуччи надо вставить иглу, надо ее настроить, иногда она брызгается, иногда там колпачки, там надо резать, плохо они сделаны бывают, эти носики, я имею в виду, вот наконечники. И бывает, что минут 10 мастер может только возиться заправлять машинку. Здесь все очень быстро. Закрашивает она тоже очень хорошо, и плотно, и качественно, зажившие мы тоже, ну, видели, отлично они выглядят. Машинка, она прикольная, интересная, но она стоит довольно дорого. Если у вас есть возможность, покупайте ее, либо другую, а если нету, то можно прекрасно работать обычной китайской машинкой. Все дело в том, что основная проблема в руках у мастера. Заглубиться и внести пигмент на очень большую глубину можно как этой машинкой, так и этой, и любой другой. Есть еще и дороже, чем стилус биотековский. Кстати, будем снимать обзоры про большую часть существующих машинок. Если вы планируете участвовать в конкурсах среди мастеров, то вам нужно покупать оборудование тех фирм, которые эти конкурсы организовывают. Биотек, он такой, очень много конкурсов и там всяких конгрессов и так далее, но это плюс тоже, в принципе, они развивают профессию. Ручка вполне достойная, если бы она стоила меньше, я бы набрала их всем мастерам. Вообще, мы поработали ей и она реально сокращает время процедуры. Это один из плюсов. Ну, сокращает его за счет своей стабильности, мощности, то есть нет сбоев, вставил иглу, начал работать, очень быстро прокрашивает. Плюс еще, ну, сколько я с мастерами общалась, с теми, которые работают на биотеке, они все утверждают в один голос, что она не ломается, работает очень долго и стабильно. Это огромный плюс, потому что китайские машинки очень часто ломаются. Они вроде дешевые, но в год их надо там 10 штук поменять, и это не прикольно. И примерно через там месяц-два работы они становятся, они вроде работают, но у них нестабильный ход иглы, то есть она вылетает не на одно и то же расстояние, она может дальше, может ближе, а это, соответственно, ты не можешь прогнозировать, на какую глубину она в кожу попадет. А к этим машинкам таких нареканий, ну, я не слышала. Мы так долго ими не работали, поэтому свой опыт не могу сказать. Я попробую другие машинки, но это нам очень понравилось. В принципе, скорее всего, ну, нет, я пока не попробую другие, я не могу сказать, что я буду ей работать, но она прикольная. Если у вас чек средний выше трех, а в идеале выше пяти тысяч, то вы можете смело пользоваться такой машинкой, так как расходники на нее довольно дорогие, 650 рублей модуль на одну процедуру. Если вы делаете сложную процедуру, это два модуля разных конфигураций, пигменты у них тоже дорогие, но пигментами вы не обязаны пользоваться, их пигментами. Вот, ну, смело можете пользоваться. Машинка вполне достойная. Получается, если чек ваш ниже трех тысяч, то вы просто будете в ноль работать, вообще в минус даже уйдете до тех пор, пока вы не наработаете себе мастерства и денег, чтобы купить другое оборудование. Следующий обзор будет про какую-то, скорее всего, про какую-нибудь немецкую машинку. Сейчас мы рассматриваем Амеа, там их куча, не знаю, какая именно, но ценовой диапазон у них всех примерно от 160 тысяч и до 500. То есть мы будем пробовать основные. Не знаю, какая следующая будет. Если у вас есть вопросы или комментарии, или, может быть, вы что-то хотите рассказать того, чего я не знала про эту машинку, ну, оставляйте их под видео, будем рады почитать их. Спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok